повторю всем еще раз я на данный момент человек который в доту не играет уже вообще вообще то есть вообще не играет и доту профессионально я не смотрю полтора года заранее хочу перед всеми извиниться кто что пришел смотреть меня ну в ожидании какой-то супер мега годной аналитики заранее хочу извиниться за свою некомпетентность потому что я реально считаю себя некомпетентным уже комментировать матчи даже вот ну даже просто комментировать не говоря уж о том чтобы играть даже если честно не помню пачнотсов последнего патча их по моему то ли не читал то ли скипнул вот вот настолько я компетентен в данную секунду так что будет очень много зашкваров я буду по кд ошибаться что-то говорить какую-то хуйню и удела бэндит профит гирокоптер аминает аппарат ну в теории аппарата конечно хороший пик против банши против бэйна отчасти неплохой в основном против банши пока тоже здесь вот у радио намного более надежно намного более стабильно здесь что-то пока непонятное зависит от коров кого они возьмут ну тут все слишком сильно аппарат по сути можно полностью законтрить баншу омкинайт может спасать от банши от фокуса одним рпом сбить ульту бэйна ульта защищает от духа в банши тут слишком сильный тимфайт тут слишком сильные линии здесь пока вообще что-то непонятное воид кстати заебись воид отлично стакается с банши и воид может убить до файта омника аппарата это супер мега важно ну собственно я считаю если воид будет отложенный и будет убивать у меня на это до файта то дайер будет разъебывать каждый файт ну кажется мне не очень понятно по линиям мне кажется у дайер довольно таки ну непонятные линии какие-то на данный момент рейдер нужно пикнуть какого-то одного сильного лайнера прям вот очень сильного потому что бэйн будет бегать по лайнам пока таки вешать инфибл и мешать всячески кором тут нужно на мид кого-то супер мега жесткого прям бэйн по идее будет бегать от лайна герокоптера до мида вот и по кд вешать инфибл не давай вообще фармить это по сути задача бэйна первые 5-10 минут игры все что должен делать бэйн это бегать вешать инфибл это его приоритет потому что можно украть столько фарма инфиблом ну это я когда-то играл против стрим снайпера зашел в доту поиграть уже во времена когда я по сути не затрачивал да какой-то придурок на стрим снайпере пришел и просто бегал бэйном за мной по всем лайнам и кидал мне инфибл за макшиной на самом деле это реально жесткая тема с инфиблом фармить вообще нереально то есть ну у тебя даже с топором не будет насчет бодрайдера я не уверен бодрайдер в команде с воидом это какая-то ну они друг другу мешают бодрайдер с воидом я это ненавижу в одной команде они реально друг другу мешают плюс что я еще ненавижу это два два подобных героя типа вот рубик плюс бодрайдер два героя без дэмэджа грубо говоря два героя без ничего в худшем случае это может быть воид с итемами дэдпрофит с небольшими итемами и три героя с нетвор с антрека догонать кстати вот очень хороший пик супер охуенный в плане того что переживает короносферу против ульты бэнши идеальный воида убить по не убежал стан длинный ну кстати вот здесь пик супер сбалансированная просто ну вот так то лучше может обожаю пик рейтинг здорово саша камень пользуясь случаем хочу передать привет чатик и даже ансабиком ставьте плюс в чат если вы любите маму и ждете стрим шрек двои еще если вы красивые если умный тоже плюс и даже если не очень все равно ставьте посмотрим сколько нас че за сова это я лучше чем то что было на интике помните меня там бесил какой-то скат вот сама реально по крайней мере красивая сама прям няшная в общем пику радианта много лучше я даю свое предпочтение пику радианта я бы сказал шанс на победу 65 процентов у радианта 65 процентов тут очень сбалансировано здесь это непонятно батрайдер ласт пиком была полная хуйня что батрайдер не стакается с воидом батрайдер в одной команде с рубиком это это как котел плюс рубик знаете вот такая вот котел плюс рубик там котел плюс батрайдер плюс рубик то когда на случай вот бэйн до рубик батрайдер и в худшем случае это просто герои стрека натворца и будет только два челика с деньгами и ну будут играть два на пять когда ты пикаешь такие пики должно идти все идеально чтобы батрайдер получил более менее быстрый даггер потому что если батрайдер не получает быстрый даггер тобой просто три героя живу без натворца они смогут ничего никак реализовывать так это пикаешь батрайдера у тебя в герой есть еще какие-то у тебя в команде еще есть какие-то бесполезные герои да он бесполезные которые могут быть в теории очень бесполезными она очень часто если идеально не реализуешь но так и будет просто буду бегать без натворца рубик бэйн и батрайдер ну не знаю батрайдеру нужен даггер до 10 минуты в этой игре иначе я не вижу смысла в пике батрайдера до 10 минуты буквально до 11 максимум и середина сейчас сделаю фб я бы повысил их шансы на победу до 75 процентов таким пиком еще фбс сделать это ну будет просто snowball с нулевой секунды тут очень надежно очень хороший пик прям пик которые я люблю такие пики вот дэмэдж станы тимфайт и об этом все обожаю надежно я не уверен что дайр хотят драться с ними и не уверен что не хотят связываться в это зачем они пытаются драться не совсем понимаю зачем они пытали зачем не пытаются дефать того кто уже умер все они пытаются драться до них вовремя дошло что нужно убегать зачем пытается драться их пиком они же не могу дра с этим дерьмом бэйн прокачал на первом уровне brain sub зачем качать на первом уровне брандс а в который носит вес 5 дэмэджа инфаза сикречная если вся судьбы на начале игры то бегать и вещать инфибл то есть все время Пока Бэйн не возьмет второй уровень Он бесполезный кусок хуйни Его цель в этой жизни Его вообще цель в игре Цель вообще пика Бэйна Вот поначалу первые 5-10 минут Это бегать вешанный инфибул Если он не бегает не вешает инфибул Он максимально бесполезный Он ничего не делает Он не нужен Это Ну качай брендсап на первом левеле Вот здесь вот Типа думал что они будут файтиться Но он мог покачать брендсап в нужный момент Если он думал что они будут файтиться Кто качает сразу Короче это хуйта вообще Брендсап не нужен Супер ошибка Ну вертолет должен в принципе Более-менее нормально стоять на миде Конечно Будет время от времени получать Пиздячки от банши Но Это такое Драгонайт на терпилочах Ну противо это будет сложно Противо это реально будет сложно По идее Особенно еще будут помогать если Еще и Бэйн пришел Ну это будет супер сложно Но драгонайт будет очень сильно терпеть Это плохо Лоу бандша сдохла каким-то образом Как бандша умудрилась умереть Это же Как она умудрилась Это ее фиссуры зажарили Или что Как-то можно было умереть Увка я пропустил Не буду перематывать Чтобы не было бага С реплеями Которые габен до сих пор не пофиксил За 4 плюс года Вот так-то лучше Насколько я знаю Виталя привет Го в Якутию Я там уже памятник заказал Из бронзи Будет стоять возле дома По адресу Дзержинского Что делать Омни Это Спасибо Мне Челик предлагает 15 миллионов рублей Если я не ошибаюсь Это была супер ошибка То, что он под крипов подставился Это был идиотизм Короче, объясняю Объясняю, что хотел сделать Омни Омни хотел не подвести под вышку крипов Да Типа неудобно фармить под вышкой То, что вышка перебил крипов Потом лайм будет пушиться И он начал танковать крипов Чтобы задержать их И в итоге он подставился под кучу крипов И это была супер ошибка Потому что Рубик сделал телекинез под крипов И он получил кучу дамон Жиздох Это супер раковый мув Я такое видел уже миллион раз Так никогда нельзя делать Под двумя героями Под двумя героями И под кучей крипов Думаешь, что здесь типа А ты на Омнике играешь Или на каком-то Огре-магии А то ты можешь что-то затанковать Никто не может затанковать Никто в начале игры не затанкует Раньше, что не знаю Тимбер с прокачанной пассивкой на 2 И со щитком Да, Тимбер бы затанковал Все Кто еще хз Должен убегать Никаких проблем Не знаю, по-моему Только зря потраченная мана Что-то у Родиан Супер дебильно Все с лайнами И они как-то Ну Теряют очень много времени Слибай может умереть Или что? Ясно На самом деле Очень даунский фит Просто шел мимо Подарил фраг Зачем-то Драгонайт был в лютом говне Теперь он получил Ну ассист Конечно Было бы лучше Если бы драгонайт Получил фраг Вы понимаете что будет Если прокачать Энфибу против драгонайта Открываю вам секрет У драгонайта Довольно таки мало дэмэджа Если качнуть Энфибу против драгонайта Он никогда не добьет Ни одного крипа Больше И бэйн не качает Энфибу У меня что-то Стал бэйна шок Не качать Энфибу На бэйне Зачем ты вообще Пикал бэйна Драгонайт вообще Фармить не сможет Он вообще не сможет Фармить только огоньком Все Энфибу на драгонайте Он просто не добьет Ни одного крипа Сурки Ни одного Он даже Ну это нереально Тем более он без топора Почему ты не качаешь Энфибу Зачем ты даешь Возможность драгонайту Добивать крипов Вы в курсе что На дистанции Если покачать Энфибу На первом уровне И кидать его по кд Это минус В среднем Не знаю 25-30 крипов За первые 15 минут Если не больше Тут нужны ласки баши Ну тут почти нереально Убить нужно Два баши Я не знаю Что батрайдер Непонятное делает Хотя он вроде 7 стаков Алло здорово Батрайдер пытался Своих разъебать Был бы в голову Разъебал бы их Каким образом Он больше четвертого Геркоптера Пятый Да Больше туда убили Раз Все почти опережает На уровень Ну саппарат Надо войду Фраг оставлять Оставлять войду Оставлять войду Почему он стилит Принцамом Ты что за хуйня Что это вообще Что он стилит Самому воину Фраг Что вообще происходит Почему он тратит Ману И забирает У кэри Фраг Я не понимаю Драгонайт Драгонайт уже Соло ринг Максимально правильный выбор Без соло ринга Играть на драгонайте Очень сложно порой Тем более в такой игре Когда драгонайт В гамне В принципе Вообще я считаю Драгонайт уже Собирает соло ринг Ну почти в каждой игре Если у тебя не было Идеального старта Ну в этой игре Явно не было Идеального старта Кстати драгонайт Очень много дают Это вот ну Серьезная ошибка Со стороны Бэйна 21 крип у драгонайта Это пиздец 21 крип уже 21 крип Да мне просто перекинь И все Мне перекинь Мне перекинь И все И не надо ничего разыгрывать Короче смотрите У драгонайта 25 крипов У банши 14 крипов Алло Что происходит У них в команде Бэйн И они позволяют Я не знаю Бэйн Без Короче Это худший Бэйн Эвер Они его не реализуют Это все Ну Это все не то Будет рофл Если конечно Шекер заданается А Брашан Не конечно Никак Там будет дауна Уж кому позволит Заданается Ну Батрайдер Вроде более-менее Чувствует Но слишком много Крипов У кора в рейде Он прям очень много Ну с таким пиком Иметь такое преимущество В начале Эхз Как по мне Это слишком большое преимущество Для начала игры Для такого пика Фри фраг Для гирокоплера Каким-то образом Как он умер Там я не знаю Зачем Какой смысл прокачивать Брэйнсап и сонность И не в фитиш Еще раз Банша сдохла Это 1-0 Короче Это 1-0 Короче С таким пиком Уже Ну Сейчас будет просто давка Они позволили Всем корам Ну Дайер Позволили всем корам Все получить Ну нужны баши Даже пассивка на 1 Настолько много дэмэджа Ну сейвит Лайфа сейвит То есть Ну да пизда А не убежать Кстати у него был портал? Там был телекинез Подождите У него не было телекинеза Короче я не видел Там был портал в кд Или нет По идее можно было Спорталить Потому что у воида Баш А не у него Лау 3 баш Ну anyway Наверное лучше спорталиться Чем 100% умереть Короче я не знаю Я не посмотрел На кд портала Омник стаккориком Увк 42 крипа 43 По моему Удайер в этой игре Нету шансов Я после их Первых трех пиков Сразу сказал Что что-то с лайнами Непонятно Как они будут лайниться В начале было Вроде все более-менее Драгонайт Ну страдал Ну этот бэйн без инфибла Оказался полностью юзлесс Я не знаю Мне такие бэйны вообще не нравятся Типа бэйн который фул саппорт Но при этом он качается Через брейн сап и Найтмейр Это вообще не то Для такого пика Слишком большое преимущество Ну Я уверен что за счет 1-0 В пользу радиант Уверен на процентов 85 Где-то так Банша вообще кухня говне 2-4 крипа на банше Как? Как это возможно? У гирокоптера 54 У омника 50 Как? Что с баншой не так? В таком дерьмище Драгонайт снова на фидео Это супер плохо Он сейчас за карты не сидит Я не знаю как это получается Что он один против четырех героев Он дает камбэк Но Зачем? Почему мне не открывается? Ладно Чтобы фраги пропускать Омник на фрифарме здесь стоит Если что Если кто вдруг не понимает Омник это вполне полноценный керри герой Омник на фрифарме Это всегда плохо Ну омник очень сильный герой Насколько я знаю Хотя в доту уже не играю Но у омника Винрейт Под 60% Что-то около того Мэбби там 50 58 Ебанно юзлест Бэйн Со своим брейнсапом и найтмэром Которые не делают никакой пользы Если Бэйн качает брейнсап И собственно найтмэр Он должен Ну Ебашиться И побеждать файты В этом суть прокачки брейнсапа Ну это полный провал У дайер нету шансов почти Все что у них есть Это немножко Ну Немножко криповый бэтрайдер Даггер Даггер кстати по таймингу будет К 11 минуте по идее То что я говорил Что даггер нужно Именно к 11 минуте Если они хотят вообще Иметь шансы С этим бэтрайдером С таким пиком Когда Рубик Плюс бэтрайдер Плюс бэйн Которые должны по идее Быть лоун и творцы В ближайшем будущем Ну если бэтрайдер Сейчас или умрет До даггера Или купит даггер И не реализует даггер То можно писать Вообще гг сразу Не ждать даже Ну даже 15 минуты Я просто не вижу В этой игре Как допустим Банша уже будет камбэкать Единственный вариант Это бэтрайдер берет даггер И там не знаю 3, 4, 5 фрагов подряд На омнике Драгонайт И герокоптере 3, 4 или 5 фрагов подряд На корах Основных Каждый из которых На полном фрифарме Ну кстати Драгонайт очень сильно отстал Потому что он два раза на фидеал Последний фид был супер даунский Прочти четырех героев Просто остался Драгонайт армлет собирает Все правильно в принципе Я считаю в этой игре Нужно ну по стандарту Типа армлет даггер Ну это мой стандарт Типа драгонайт без даггера Так себе на самом деле Найс Плюс два крипа больших Найс под крысел Ну например БКБ делали на драгонайте В этой игре вообще ноль смысла Посмотрите на этот пик Какой допустим смысл После армлета делать БКБ Против чего БКБ Против ульты Бэйна Против ульты Батрайдера Против ульты Банши БКБ настолько юзлес Против ульты Войда БКБ это самый юзлес слот Ничего хуже БКБ тут не придумать Против этого пика на драгонайте Правильно? То есть После армлета Только даггер делать Армлет даггер Это единственный билд адекватный Другого билда нету Умника слишком много Умник будто фьюри хуярит Или что? Не на самом деле Это какой-то рофл Анимай радик лучше Анимай Естественно возможность Фрифармить Войда запалили Стан более-менее по таймингу Хотя ну Он почти был по таймингу Ну плохо Плохо получилось Хотя они вей разъебывают Даже как бы похуй Что Войда не убили Дайер не могу драться Тут пик слишком доминирует уже Это сноубо только будет наращиваться Только будет продолжаться Рубик и Бэйн будут все более-более юзлес Как я предрекал В начале игры Тут нереально камбэк Я не знаю, как тут камбэк Как можно этой большой камбэк Банша, которая шестая По Нетворцу Как она будет камбэкать Против таких героев Собственно, чтобы большой камбэк Тебе Тебе обязательно выигрывать Тимфайт Как ты выиграешь тимфайт Против Омни Найта Тоже Как? Было бы, конечно, еще заебись Если бы Омни Найт Не рофлил Собирал Не Баттл Фьюри Но Походу они уверены в себе Еще будет потом Фьюриновники Че-то в шепот Ну, это стандартный оверпик Стандартный оверпик для продоты Когда одна команда пикает хуйню Другая команда пикает идеально И все, и конец И тут был шанс у Дайер Разумеется, был Как бы, но Вот первые 2-3 минуты У них что-то получалось Не больше Не стоило спикать Батрайдера Не стоило Не прокачивать Энфибл на Бэйне Сейчас бы не кидать Энфибл на Драгонайта Бля, какие надо быть дауном Чтобы позволять Драгонайту Просто добивать Крипов с руки Когда Драгонайт Может добивать 0 крипов То есть у него сейчас Вот допустим 57 Это аниве очень мало Потому что он Ну Пока он 2 раза не нафидил Он был в топе крипов В теории Если бы они захотели Могло быть у Драгонайта Крипов где-то 25 Сейчас 25 И у Не знаю там У Герокопьера Крипов Ну 70 В теории Только за счет Одного Анфибла Только за счет Одного Анфибла Да Они могли Так же самое бы Проигрывать Но короче Как видите Этот Бэйн юзл Совершенно Он ничего не сделал В этой игре Шекеру довольно-таки Долго до Даггера На самом деле Это не критично Сейчас Ему Ну не прям Супер сильно Нужен Даггер Бэйн походу Опять думает Что не знаю На самом деле Такую подвышку Бежать Слишком Оптимистично Они могли сюда Все спарталиться Пропустил фраг Здесь Бэйн пытается Вышки забирает Супер правильно Это все Что она может делать Сейчас Эу Я сомневаюсь Что поможет Я думаю Ну Большой шанс Что она даже Не сможет его поражать На себя Потому что будет Пермастан Слишком много станов Шекеру Конечно Нежелательно Фидить Бля Плохо Это очень плохо Потому что шекер нафидил Шекер который копит На даггер Фидит Это супер мега плохо Но это не критично Это все хуйня На самом деле Анивей После первого Выигранного файта У шекера будет даггер А выигранный файт Будет неизбежно Потому что Радия слишком сильно Доминирует Я считаю Добрый почонтик Единственное Если бы Омник конечно Не собирал Блату Фьюри По-моему Ну Ну это супер тупо Так то Радик Как ни крути Лучше Если ты так сильно Доминируешь Радик по-любому лучше Он лучше Он просто лучше Конкретно на Омни Найти Конкретно на Омни Найти Блату Фьюри Это только Предмет для фарма Ты не можешь его реализовывать Никак по-другому Только фармить Но повторюсь Омни Найти Это полноценный кейер герой Если кто вдруг Не понимает Что он не найдет Полноценный кейер герой Чекайте его винрейт На дата бафе Это в шепот О, драгонать собирает даггер Все правильно Это идеально Как я и говорил Не собирать даггером Здесь быть дауном Так что, ну Молодец Ну, бкб юзлус А что еще Крой бкб Кираса Ну, тупо Рано Только даггер Только даггер Только даггер Герокоптер линку собирается Не думаю Что это прям идеально На самом деле Я не думаю Что это идеально Он мог собрать Что-то на уровне Знаете Бабочка плюс сатаник Бабочка плюс сатаник Вполне заебись Я не знаю Что линка Это идеально Ну, не думаю Что линка Это идеально Типа что Батрайдер не зацепил Но Такое Его анивей По идее Батрайдер не должен цеплять Если герокоптер По доминайтам Ну В идеале Батрайдер Его не должен цеплять Это чисто Против какого-то Рандомного врыва Добрый патронтик 95% На победу Радиант 95 плюс Камбэка уже Как я говорил Давно нету Камбэка С моей точки зрения Не было уже С 8 минуты У нас пик Батрайдера Была худшая Хуйня Хотя, кстати Батрайдер Собрал даггер По таймингу Но Он его так и не реализовал Вообще никак У него 0-3-2 Супер плохо все Ну Воид не успеет На фарме с БФ Супер сомнительно Ему нужно минут 20 Минимум Это явно не та версия Доты Когда ты можешь Пофармить на Воиде С Баттлфьюри Это явно не та версия Но ты не успеешь В такой игре Ну как бы Я не говорю Что это ошибка Это не ошибка Ему Анивей больше Нечего собирать Чтобы он не собрал Это будет все плохо Он Анивей не успеет Ничего сделать Вообще проблема в том Проблема в этой игре в том Что даже если у Воида Будет 6 слотов Рано или поздно Понимаете А даже если Воид Доживет до 6 слотов У него не будет Как минимум одной стороны Минимум одной Скорее всего двух И Анивей Воид не выиграет Тимфайт Даже имеет 6 слотов Потому что даже Если у Воида Будет 6 слотов Кутию Это ты летом Прилетишь к нам Но глянет ворс И не подрубать Вместо никому Ненужного крипстата Да Сори Я комментирую Раз в полгода Алло Ты что думаешь Об этом помню Геркоптер решил БКБ внезапно собрать Ну это тупо Ну это проеб денег На самом деле Тут ничего Как бы Это проеб денег Ну они выиграют Очень сильно На самом деле Нет разницы Но выбор артефактов Меня смущает Тут Battle Fury Тут БКБ Почему-то на геркоптере Ну против чего БКБ На самом деле Непонятно Против чего БКБ Только чтобы демэдж Не получать Не ну Окей Это БКБ Понимаете БКБ на случай Если вдруг Воист Сделает коронсферу На троих Включая Омни Найта Вот только для этого Это единственная причина Собрать БКБ Чтобы вдруг Воист Случайно Не выиграл игру С такой точки зрения Можно понять Все таки Типа Ну Финал чемпионата мира И ты собираешь БКБ Потому что Ты боишься ошибиться Только поэтому Батрайдера зафиксировали Это фри Рошан Батрайдер уже спалился Он уже не ворвется Земля пухом Он уже в станчике тут сидит Шекер ворвался Кстивой Может спиздить или нет Бля Че он сразу Рошан не бил Рошан был коцный Ебатый даун Ааа Он его спиздил не вей Если бы он его сразу бил Он его гарантированно спиздил А так он мог ошибиться А как они двое его не перекликали Там же еще кроносфера Ну она уже закончилась Даже так Даже так полный провал На самом деле Хотя Больша пытается выруливать Но Ну Фарма 0 Типа даже Она сделала эул Но Это все бесполезно Слишком оверпик Слишком оверфарм Банча не может с этим эулом Просто выиграть файт Ну Магически Конец Это конец Тут уже почти 100% Ну я сказал 1-0 Я сказал на На 7-ой минуте Наверное Когда я сказал 1-0 На 7-ой минуте Или на 8-ой Это все слишком очевидно Ластик по трайдеру Полная хуйня Бэйн без инфибла Полная хуйня Однормена Три героя Из-за спики Все На есть реклама Отвечу после игры Пока что занят Комментированием Отвечу после игры Бабочка Логично Все правильно Драгонайдер Чтобы пока даггер не покупать Ну На самом деле Тут уже вообще не важно Что покупать Тут уже настолько доминация Таким пиком выиграть 15 тысяч К 22-ой минуте И казармы снести Камбэка нет Ну слишком в одни ворота игра И я слишком ее предсказал Я удивлен что я предсказал буквально Один в один все То есть Вот как я все сказал Так и было Как будто ну Как будто это какая-то групповая там стадия Но это прям гранд финал правильно Это гранд финал Слишком легко Очень легко Очень грамотный пик То есть Реально очень грамотный Очень сильный пик И как обычно Вторая команда Почему-то в профессиональной доте Вторая команда Пикает очень плохо Почему так? Почему так получается? Почему постоянно Из года в год Это продолжается? Почему одна из команд Считает Что нужно пикнуть Лютую хуйню И типа не иметь шансов Ну как не иметь шансов В начале игры В начале игры Я сказал 65% на победу Рейдин 65, да? То есть были шансы По идее Но не прокачивать Анфибл Ничего не реализовывать Батрайдер После быстрого даггера Ни разу ничего не сделал Ну посмотрите Это настолько жалкое зрелище 0-4-2 С даггером на 11 минуте 11 минут даггер Он все-таки успел Так было Ну немножко сложно Его собрать Так быстро Ну как Относительно быстро, да? Но на него я ничего не сделал Ну хотя драгонайта убили два раза Но понимаете Драгонайт всегда Абсолютно всегда Это Ну типа как Это второй кор Он никогда не бывает Прямо вот мейн кором Вот основным Вот супер основным Я бы даже сказал На самом деле Омни Найт В среднем Не только в этой игре Когда он опережает На 5к Найт Ворс А вообще в среднем Омни Найт Если он кор Омни Найт Он более кор Чем Драгонайт Омни Найт Всегда более полезный Более Ну Более импактовый герой Чем Драгонайт Это ну Стабильно так В среднем То есть Драгонайт Это Они загнобили Самого слабого кора А два топовых кора А не вейн Ну Имеют все что надо им И Драгонайт Это собственно Легко загнобить Ну это ожидаемо Все что ему надо Это армлет и даггер На самом деле Ему Первые 30 минут игры Даже больше ничего не надо Ему плевать Ну Если у него есть Армлет и даггер За первые 30 минут Уже нормально Уже можно играть Уже можно жить Уже есть импакт Уже есть Ну Польза Он Найт Максимально рофлет Чисто рофл сборка Ха-ха-ха Тут максимально рофл сборка Вообще кайф Лол Сдевается Аегисом остался Но это не поможет Минус Аегис Минус Аегисом остался Минус Аегисом остался Минус Аегисом остался Настолько уничтожение Настолько обоссаны Блин Как это вообще возможно Это явно недостойная Гранд финала игра Слишком неуверенный Славый пик у Дайер И они слишком обоссаны Не ну За исключением Двух фидов Драгонайта Которые я считаю Они были Какие-то непонятные За исключением Нескольких фидов Драгонайта За исключением этого Я считаю Радиан сыграли 10 на 10 То есть вообще Ну идеально сыграли Это вообще пиздец Даже не к чему придраться Только ну Драгонайту Что он пару раз на фидел Ну мне конечно не нравится Баттлфьюри на Омнике Когда нужно было собрать радиацию Но Это вообще похуй Все равно они так сильно выигрывают Как говорится Ошибка которая не имела импакта Это все равно не ошибка Ты можешь сделать хуйню 100 раз И если ты ни разу не проиграешь Ты ни разу не делал хуйню получалось Вот так-то лучше Кирюха любит сосать хуй Но больше всего любит хуй своих друзей Даже готов сосать бесплатно А может даже Интересная информация Вот вчера мне сосал за шмотки из доты Что-то Запеть У тебя много вещи в доте У тебя на это шансы на супер миник Кирюха звучит как мужское имя Я В отличии от тебя Не гейдж Зачем ты мне это рассказываешь Что это вообще такое Почему удар не сдаются вопрос Почему ты играешь не за 27 минут Вот так-то лучше Да переведи мне просто их Алло Да просто переведи мне их Да что рофлишь Ты хочешь подарить роддомному работяге В чатике Мне переведи просто Зачем что-то разыгрывать Когда можно просто мне перевести Так почему игра продолжается Есть у кого-то информация Ну зачем играть Вот Объективно Объективно Гайз Они могут только минус моралиться Дайер не имеет уже шансов Давно На самом деле я когда-то еще На 10 минуте Или что Говорил что Им в принципе можно Ливать уже на 15 С чем они продолжают играть Не имея шанса уже даже теоретического Они даже если все команды будут бить Этого гирокоптера Они его никогда не убьют уже Подобником Нереально Даун Вот так-то лучше Здорово Папинист Вблизи поднялся На этой первой карте По твоей прогнозу Раклоне балок Сибирских кошек Я их продаю Дубровушка Подчеркивание В инсте Это понимаю Дайер Жду пока их смешают С говном прямо на фонтане Пока вот прямо на фонтане Он не найт под ультой И вся команда Будет их просто вот Ебать там буквально Я не знаю что не ждут Вы понимаете Сейчас буквально будет Под фонтаном месиво Убью пятерых Под фонтаном Пятерых Всю команду убьют Вот прямо здесь У них дома Неужели это так важно Для каждой команды Унижаться И умирать пятером Под фонтаном Это важно Зачем Зачем У него Аегис Алло Как вы интересно Собирались отдефать Аегис плюс сыр Вы что ебанутые Под фонтан Просто их давите И под фонтаном Они заслужили О теперь не ливую Да Собственно игра Это была Минут 15 На самом деле А еще 14 с половиной минут Или сколько Ну почти еще 15 Это на самом деле Уже не игра Это было добивание После первых Трех пиков Мне стало Ну Хочу сказать Мне стало понятно Мне стало непонятно Как они будут стоять на лайнах Потом когда они еще Ластпикнули Батрайдера Бля Это было настолько плохо Вот как обычно Переизбыток героев Которые в теории Могут быть юзас Поймите Если кто не знает Вот такая штука Называется Законы Мерфи Загуглите Вот Многие это называют Законом подлости Короче не важно Загуглите Что такое Законы Мерфи Если у вас в пике Переизбыток героев Которые в теории Могут быть юзас То так оно и будет Ну типа Когда ты пикаешь Вот такой пик Ты типа надеешься Сыграть супер Мега идеально Да Одновременно В одном пике Бэйн, Рубик И Батрайдер Переизбыток Юзас Хуеты Все просто Один в один Как я предсказал Просто ну как Такое может быть Я уже даже Блядь в доту Не играю Я понимаю лучше Чем Дауничи Которые сидят В гранд финале Катают Алё Я даже не игрок И я понимаю лучше Как такое может быть Такого не может быть Я в это не верю Я не могу в это поверить Я пытаюсь И не могу в это поверить Ну а Радиан Сыграли просто 10 на 10 идеально Ну за счет За исключением Фида Драгонайта Я считаю это были ошибки Там его два фида И ну Баттлфьюри На обнике Ну короче какая разница Я не буду обсуждать Ну Если не выиграли Какой смысл обсуждать Итем билд Это вообще Я считаю что обсуждать Итем билд Глупо Если команда выиграла Ебашили Правильно Обсуждать этот билд Имеет смысл Только если ты проиграл Вот и все Эта игра Явно недостойная Гранд финала Это просто какая-то Помойка Это просто ну Избиение Уничтожение И это просто Вообще Супер помойка